Всем здарова, народ! Вы попали на канал Спартаковский стиль, у микрофона Никита Онегин, и сегодня у нас с вами будет непосредственно обзор сезона. Обзор сезона вы дождались, это очень интересная рубрика, эту рубрику я не записывал очень долго по времени, последнюю часть я, наверное, записывал где-то в июле месяце, и сейчас руки у меня дошли до запуска, до записи. Эх, нового выпуска, конечно, нового выпуска, сезон 2001 год, как вы поняли по названию этого ролика. У нас с вами сегодня будет обзор сезона Спартака 2001 год. Это последний сезон Спартака до, конечно же, понятное дело, 2017 года, который Спартак становился чемпионом России по футболу. После этого сезона, кто бы мог подумать, но у Спартака будет 16-летняя серия без побед в чемпионате России. По факту это был первый и последний до 2017 года сезон Спартака в 21 веке, в котором Спартак стал чемпионом России по футболу. Давайте начинать этот ролик. Перед началом попрошу вас подписаться на этот YouTube канал. Если вы слушаете это где-то в аудиосообщениях в ВК или в аудиозаписях, или вообще где-то в других, то рекомендую просто перейти в нашу социальную сеть «Спартаковский стиль» и найти нас там. Давайте начинать. Сезон 2001 года стал для футбольного клуба Спартак 10 в чемпионате России высшего дивизиона. Юбилейный. Я думаю, что не стоит объяснять. Я уже многим объяснял, почему это так происходит. Что отчет истории начался в 1991 году. Чемпионат России по футболу. До этого был чемпионат Советского Союза. В 1991 году. Отчитываем. Получается 10 лет. Нет. Непосредственно 2001 год. Это дата основания непосредственно всего чемпионата России основного дивизиона. То есть пойдет, это получается первый сезон основного дивизиона чемпионата России по футболу. Да, если я не путаю. Да, да. Абсолютно верно. Я думаю, что я не путаю. 2003. Да. Тем не менее, «Спартак» стал чемпионом, как я уже и сказал. И у «Спартака» это очень насыщенный сезон, потому что здесь будет два групповых этапа Лиги чемпионов Уэфа. Основной тренер Олег Иванович Романцев. Олег Иванович Романцев, который дорабатывал уже в «Спартаке», не могу сказать, что работал, дорабатывал. Потом там уже была перестройка, и плюс у «Романцева» были проблемы со здоровьем, да и в принципе с содержанием, наверное, своего нервного, наверное, вот этого, знаете, невроза по отношению к «Спартаку». Президент клуба, кто бы мог подумать, но тоже Олег Иванович Романцев. Получается, Олег Иванович Романцев в моменте занимал целых три должности. Кто не знает, это реально так. Он занимал должность президента клуба, он занимал должность главного тренера, и он занимал должность генерального директора. То есть он даже какие-то определенные трансферные моменты совершал. Стадионы, на которых играл «Спартак», первый – это «Лужники», это был основной их стадион, на котором «Спартак» провел 19 матчей, ни много ни мало, это практически много. Второй стадион – это «Торпеда», на котором «Спартак» также сыграл один матч всего лишь. И третий стадион – «Динамо», на котором «Спартак» на нем сыграл один матч. Соревнования, в которых «Спартак» участвовал – «Чемпионат России», «Кубок России», «Лига чемпионов». В принципе, все. На этом можно закончить. Лучший бомбардир – это Егор Титов, 11 мячей, и Луис Робсон, 11 мячей. Всего, во всех турнирах, лучший бомбардир – это Владимир Бесчастых, 13 мячей, и Луис Робсон, 13 мячей. Наибольшая посещаемость, наименьшая и средняя посещаемость «Спартака» домашняя стадиона. Наибольшую посещаемость «Спартак» показал в матче против «Баварии», «Лига чемпионов УФА», 65 тысяч болельщиков. Практически полные лужники пришли поддержать любимую команду в Лиге чемпионов, матчи против чемпиона Германии, лидера, топового клуба «Дома», где «Спартак», к сожалению, проиграл «Баварии» 0-3. Наименьшую посещаемость «Спартак» показал в матче против «Торпеда». 2-2, дерби, хотя странно, 2000 человек, все, пришло на этот стадион. Странно, что так мало. Видимо, это была зима. Сейчас даже посмотрим с вами, что это было непосредственно. Давайте, кстати, прямо сейчас и вот и посмотрим. «Спартак-Торпеда», «Спартак-Торпеда», «Спартак-Торпеда». Да, абсолютно верно, это было 4 ноября. Возможно, из-за того, что матч, во-первых, был перенесен, насколько мне известно. По-моему, да. Во-вторых, было, в принципе, уже холодно. Ну и средняя посещаемость – это 14 670 человек. Основные формы – это красная основная, белая гостевая и черная резервная. «Спартак» еще играл в черной форме. Переходим дальше. Состав команды, думаю, не стоит называть, но давайте я вас всех пересеслю их. Команда. Вратари. Максим Кабанов, Максим Левицкий, Александр Филимонов. Защитники. «Алешандра», «Дмитрий Ананко», «Дмитрий Бугаков». Не тот, которого вы поняли. Могли подумать. «Александр Грановский», «Байке Бе», «Юрий Ковтун», «Михаил Куприянов». «Кахабер Мжаванадзе». По-моему, грузин, да? «Динамо Батуми» – грузин. «Игорь Митреский», «Дмитрий Парфенов», «Андрей Срельцов», «Живи Кристиан Чойсе». Полузащитники. «Лоуренс Аджей», «Василий Баранов», «Аратем Безродный», «Виктор Булатов», «Никола Джошевский», «Максим Калиниченко», «Евгений Лисицын», «Александр Павленко». Интересно. «Игорь Стаминовский», «Егор Титов» и «Эдуард Цихмейт-Струк». Ну и нападающие. «Ладимир Бесчастных», «Роман Василюк», «Александр Данишевский», «Жафар Ирис Сметов», «Герман Ловчев», «Маркао», «Николай Писарев», «Луис Робсон», «Александр Сонин», «Фло Эсиен» и «Александр Ширко». «Эсиен» – это не тот «Эсиен», который был в Челосе. Не подумайте. У «Спартака», насколько мне было известно, был «Вектор Украина-Бразильско-Македонский». Потому что я насчитал три футболиста сборной Македонии, Северной Македонии, охренеть в «Спартаке». Ну и нигерийские, конечно, и узбеки были, ну ладно, и белорусы, неважно, в принципе. Вот. Идем дальше, переходим к списку матчей. Я не буду слишком задерживать этот выпуск, просто давайте перейдем к списку матчей. 30 туров Чемпионата России, поехали. Начинал свой поход за очередным Кубком Чемпионата России «Спартак» в первом туре 10 марта 2001 года, матчи против «Сокола» и «Саратова». «Спартак» сыграл 0-0 на открытии сезона. Дальше у «Спартака» следует четырехматчевая серия «Испабет», где «Спартак» попутно обыгрывает «Новороссийский Черноморец», «Московский ЦСКА» в дерби, «Волгоградский ротор» и «Растельмаш» с «Ростова-на-Дону». 1-2, 1-0, 1-0, 0-1. То есть, в принципе, стабильно неплохо. В шестом туре «Спартак» теряет очки с торпеда «Зил» из Москвы и получается шесть туров «Спартак» шел без поражений. В седьмом туре, 28 апреля 2001 года «Спартак» проигрывает впервые в сезоне и проигрывает в гостях в Раменском «Сатурну» со счетом 3-0 разгромным счетом. Дальше идет очередная трехматчевая серия без поражений, где «Спартак» обыгрывает «Воронежский факел» 3-0 дома, потом играет ничью с «Московским Динамо» 1-1 в гостях и дома обыгрывает «Самарские крылья Советов» 1-0. В одиннадцатом туре «Спартак» проигрывает «Московскому торпеду» в дерби в гостях 2-0. Тем не менее, это было второе поражение в сезоне и 11 туров 2 поражения. В принципе, уже были какие-то определенные сомнения и вопросы. Но благо эти сомнения и вопросы Олег Иванович Романзов аккуратно пытался развеивать. Дальше идет опять трехматчевая серия без поражений. «Спартак» играет ничью 1-1 с «Салани» из Владикавказа дома, Владикавказа. И потом было две подряд победы над «Махачкалинским Анжи» 1-2 в гостях и над «Московским локомотивом» 1-0 дома. Потом было очередное поражение. Санкт-Петербургскому «Зениту» в гостях «Спартак» проиграл 2-1. Но при этом после этого, после этих, казалось бы, нестабильных 15 туров, но плюс-минус более-менее были понятны они, «Спартак» выдал просто многоматчевую, не побоюсь этого слова, серию без поражений, которая длилась с 16 по 27 тур включительно. Включительно с 16 по 27 «Спартак» не проигрывал 11 туров подряд. Переходим к соперникам. Интересно. Хух. «Спартак» обыграл в 16 туре «Новороссийский Черноморец» 5-0. «Спартак» сыграл два раза подряд ничью в гостях с «Московским ЦСКА» 1-1 и в гостях с «Волгоградским Ротором» 3-3. Потом было две подряд победы над «Ростовом-на-Дону» 5-1 дома и в гостях над «Торпедой Зил Москва» 0-2. Потом была ничья с «Раменским Сатурном» 0-0. Тем не менее «Спартак» получается в этом сезоне «Сатурн» ни разу не обыграл вот такой вот интересный момент. Чемпион России не обыграл «Раменский Сатурн», который ни много ни мало в этом сезоне занял шестое место. И потом было три подряд матча побед. В гостях над «Воронческим Фахелом» «Спартак» обыграл их 0-5. Потом дома над «Московским Динамо» 2-1 победа. И в гостях над «Крыльями Советов» 1-2 победа. Две подряд ничьи в 25-м и 26-м туре. Дома 2-2 с «Торпедой» Москва. И в гостях 3-3 с Владикавказской Аланией. Ну и, конечно же, последнее получается. 27-й тур победа над «Махачкалейским Анжи» 2-1. Потом было прерывание серии. Получается, «Спартак» не проигрывал с 11 июля по 20 октября 2001 года. И 8 ноября «Спартак» потерпел первое за столь много матчей и поражений. «Спартак» проиграл «Московскому Локомотиву» 2-1 в гостях. Ну и, конечно же, завершение сезона. Ведь раньше была система весна-осень, а не осень-весна, как сейчас. А вернее, сейчас получается лето. Ну ладно, неважно. «Спартак» проиграл... Точнее, «Спартак» сыграл 29-30 тур 27 октября и 21 сентября. Странно, почему такая разница в датах. Вообще непонятно. Ну ладно, видимо, были перенесены матчи. Я же уже про это говорил. И «Спартак», получается, обыграл «Зенит» 3-1 дома. Взял у них, получается, реванш. Ну и в гостях обыграл «Сокол» и «Саратова» 2-4. Тем не менее, «Спартак» стал чемпионом России в 2001 году. Тем не менее, по итогам 30 туров. «Спартак» по итогам 30 туров занял первое место. 17 раз победил. 9 раз сыграл ничью. 4 раза проиграл. 56 забил ничей. 30 пропустил. И набрал 60 очков попутно. Не могу сказать, что это был сильный сезон. Не могу сказать, что это был мощный атакующий сезон. Но я могу сказать точно, что это был интересный сезон с точки зрения эмоциональной составляющей. Все-таки 56 мячей. «Спартак» стал самой забивающей командой чемпионата. Но при этом 30 мячей пропустил. Это не самый малопропускающий. Потому что меньше пропустили, получается, «Крылья Советов» 23, «Локомотив», который занял второе место 24, «Сатурн» 22. Получается, вы знаете, какой интересный факт в этом всем? Что «Сатурн» из Раменского, который занял шестое место в том сезоне, стал самой малопропускающей командой чемпионата. Всего лишь 22 мяча. Даже «ЦСК», который всегда пропускал меньше всех, пропустил 30. Но это, видимо, Акифеева еще не было. Его эпоха еще не началась. Такие вот дела. При этом «Спартак» стал чемпионом России с четырехочковым отрывом. Вот такой тоже интересный момент. Идем дальше. Идем дальше. Мы с вами очень быстро проскочили матчевую серию чемпионата, которую мы уже с вами расписали. Так, статистику я вам пока что приводить не буду. Кубок России. Кубок России и «Спартак» два года подряд. Вернее, как получается, система 11 марта 2001 и 21 августа 2001. Кубок России 2000-2001 и 2001-2002 система. Которая затронула 2001-2001. «Спартак» первый свой, получается, 2001-2001. Кубок вылетел на стадию 1-4 финала, проиграв «Соколу» из Саратова. А в следующем сезоне, получается, 2001-2002, 21 августа 2001 года «Спартак» проиграл в 1-16 финала «Ярославскому шиннику», покинув стадию очень рано на ранней стадии. То есть даже до полуфинала «Спартак» не доходил. По тем временам это довольно-таки сенсационное, позорное событие. Лига чемпионов, и я не просто так в начале ролика сказал про двухгрупповую стадию, Лига чемпионов 2000-2001, внимание, было 6 туров. 6, получается, матчей. Но второй групповой этап мне показывает всего лишь 4 тура. Третий, четвертый, пятый, шестой тура, которые, видимо, попали на 2001 год. Система «Весна». Зима-Весна. Февраль-март. Матчи были. Короче, вот, запутанная, я знаю, но это тупая раньше была система. Сейчас, слава богу, ее все поменяли и плюс-минус под европейские лады сделали, под европейские. Но сейчас, видимо, опять все менять придется, потому что еврокубков нет. В третьем туре, 13 февраля 2001 года, Бавария обыграла «Спартак» в гостях, дома 1-0 на Альянс-арене. В четвертом туре, 21 февраля 2001 года, «Спартак» в гостях, дома «Спартак» проиграл Баварии также 0-3. Потом, в пятом туре, 6 марта 2001 года, «Спартак» в гостях проиграл лондонскому «Арсеналу» 1-0. Ну и в шестом туре, в последнем заключительном, 14 марта 2001 года, «Спартак» 1-1 сыграл дома с «Олимпико Леоном». Вообще группа, это группа смерти была, особенно по тем временам. Представляете, группа у вас, где Бавария, Мюнхен, лондонский «Арсенал», французский «Олимпик» Леон, ну и, конечно же, московский «Спартак» из России. То есть мощный клуб из топовых чемпионатов, мощных, разные главные тренера шикарные. То есть «Венгир», в принципе, Бавария, Леон неплохой еще по тем временам, который там 17 раз подряд чемпионом Франции становился, да, или 7 раз подряд, что-то такое. И вот «Спартак» в этой группе смерти занял последнее место, набрав 4 очка, в принципе, тоже по такой группе неплохо. Получается «Спартак» как раз-таки единственную победу, которую одержал, он одержал над лондонским «Арсеналом» 4-1 дома на «Лужниках», разгромив «Арсенал». Ну и ничья как раз «Олимпиком» Леоном в гостях «Марсель» 1-1. В итоге 6 матчей, 1 победа, 1 ничья, 4 поражения, 5 забитых, 10 пропущенных, минус 5 статистика забитых, пропущенных, всего лишь 4 набранных, блин, очка в том групповом этапе. Переходим к следующему групповому этапу, в котором будет 6 туров. Это первый групповой этап, он почему-то так называется. 6 туров, которые попали как раз-таки на сезон 2001 года. Первый тур состоялся 18 сентября 2001 года. И «Спартак», а «Спартака» группа была в принципе не смертью, но опять же интересная. Чайку глотну и можно начинать опять. У «Спартака» второй год подряд в квартете группового этапа Лиги Чемпионов в групповом этапе попалась Мюнхенская Бавария. При этом «Спартаку» также попутно попался еще «Ротендамский Фейнорд». И, конечно же, «Брага» «Спарта». Чехия. Интересная группа. Интересная группа, в которой «Спартак» также занял 4 место, при этом при всем выступив максимально плохо. 6 матчей – 0 побед. 2 ничьи – 4 поражения. 7 забитых – 16 блин пропущенных. Минус 9 статистика забитых пропущенных – всего лишь 2 набранных очка. «Спартак» пропустил больше всех и забил меньше всех. Ужасная статистика. Абсолютный провал чемпиона России по футболу. Причем при всем при этом, учитывая, что эта группа была даже намного сложнее, чем предыдущая, в которой «Спартак» хотя бы 4 очка набрал и обыграл хотя бы один раз какую-то команду. В любом случае, это не антирекорд, но было что-то близко к этому. Первый тур Лиги Чемпиона «Спартак» играл с фейнорским, ротендарским фейнордом. 2-2. Первый матч и сразу ничья. Потом было три подряд поражения. Дома 1-3 от Баварии. В гостях 2-0 от Браги «Спарта». И в гостях потом в четвертом туре 5-1 от Баварии «Мюнхен». «Спартак» также сгорел. Получается, что за четыре последних матча одного года «Спартак» в Баварии проиграл 4 из 4 разов. Причем это было все в один год. Представляете, сейчас такое представить максимально сложно. Не складывается матч у «Спартака» с Баварией. Хотя в 2007 году «Спартак» с Баварией сыграл 2-2. На «Лужниках» с шикарным штрафным ударом Максима Калиниченко. Это вспомнить тоже стоит. Потом у «Спартака» была еще одна ничья 2-2. Также ничья только против пражской «Спарты» дома на «Лужниках». Слава Богу, хотя бы на «Лужниках» «Спартак» не все свои матчи проиграл. То есть, условно, у них получается три матча на «Лужниках». И всего лишь одно поражение, две ничьи. На «Лужниках» опять же. В гостях все матчи «Спартак» проиграл все свои матчи. Ну и шестой тур групповой этапа Лиги Чемпионов «Спартак» проиграл реттердамскому «Фейнорду» 2-1. То есть вот так вот. И причем интересно, какой в этой группе. Что «Спарта» Брага в той группе занял второе место. Охренеть, да? Даже не «Фейнорд». 11 очков она набрала, тем не менее. Обыграв «Баварию», кстати. «Спарта» обыграла «Баварию». Хотя нет, «Баварию» «Спарта» не обыграла. Вру. Она обыграла «Фейнорд» и «Спартак». Такие вот дела. Дублирующий состав, я думаю, смысла говорить не надо. Молодежный тоже говорить не буду. Был также Кубок Содружества, в котором «Спартак» занял первое место. Кубок Чемпионов Содружества, он так назывался, 2001 год. «Спартака» было три тура. Соперники были такие. «Спартак», «Москва», «Славия», «Мазы», «Беларусь», «Россия», «Беларусь», «ФБК», «Каунас», «Каунас», я так понимаю, «Литва», да? «Литва». И «Варзоп», «Душанбе», «Венгрия». А, подождите, «Таджикистан». Прошу прощения, «Таджикистан», извините меня, пожалуйста, зрители «Таджикистана», перепутал вас. Флаг просто очень похож, если не смотрится, не вглядываться. Получаются представители четырех разных стран – Беларусь, Россия, Литва, «Таджикистан». Грубо говоря, что-то типа Лиги Чемпионов. «Спартак» занял первое место. Три тура, три победы, девять забитых, два пропущенных, плюс семь набранных очков. Девять, плюс семь забитых пропущенных, девять очков. Девять очков – неплохо. «Спартак» обыграл 3-1 «Славию» белорусскую. «Спартак» обыграл 2-0 «Каунас» литовский. И 4-1 «Спартак» обыграл, также, опять же, в статусе хозяев, «Душанбетский», «Таджикистанский», «Таджикский», «Варзоп» 4-1 «Дома». И все эти турниры проходили, «Премьер-лига» почему-то называлась, проходили в январе. То есть, я так понимаю, это был зимний что-то типа предсезонный турнир, как сейчас кубок матч «Премьера» или зимний кубок «РПЛ Винлайн». Также у «Спартака» была итоговая таблица, турнир финальный, финальная группа. В этой группе был «Спартак Москва-Россия», «Сконта Рига-Латвия», «Белорусская Славия-Мазырь» и «Копетдак Ашхабад Туркмения». Получается, это была первая группа, а это вторая. То есть, группа сильнейших. Было, я так понимаю, четыре группы, или, точнее, было две группы, и первые два места вышли в финальную группу. Я так понимаю, что это была такая система. Ну, короче говоря. И, кстати, матчи были практически каждый день. Это интерес. 20 января, 21 января, 23 января, 24 января, 26 января. В итоге даже в этой группе «Спартак» занял первое место. Три тура, три победы, ноль ничьих, ноль поражений, 9 забитых, 2 пропущенных, плюс 7 набранных забитых пропущенных, 9 очков. Второе место занял «Сконта Рига». Вот. «Спартак» обыграл «Копетдак Ашхабадский» 2-0, и «Спартак» обыграл «Сконтскую Ригу» 4-1. «Рижскую Сконта». Название команды нельзя склонять. В итоге в финал турнира, я так понимаю, смысл вообще был проводить миллион тысяч групповых этапов, если все равно финал турнира первые два места в групповом этапе. Вообще непонятно, но ладно. Финал турнира – это первые два места группового этапа «Кубка Содружества». Второе место заняла «Рижская Сконта». Три матча, одна победа, одна ничья, одно поражение, 4 забитых, 5 пропущенных, минус 1, 4 набранных очка. В итоге «Спартак» обыграл «Ригу» 2-1 в финале 28 января 2001 года, тем самым забрав в турнир «Кубка Содружества» 2001 года. «Спартак» стал чемпионом этого турнира. То есть «Спартак» помимо чемпионата России 2001 года выиграл еще и «Кубок Содружества». Неплохо. Также у «Спартака» был целый ряд товарищеских матчей, которых «Спартак» не проиграл. Был матч против «Макаби» Кирият Гат победа, против сборной Узбекистана 3-2 победа, против «Ора Лана» Илиста победа 3-2. Ничья была единственной, кстати, на этих товарищеских матчах, и она была с «Ярославским шинником» 1-1. Был матч против «Московской Ники», где «Спартак» 0-2 победил. Был матч против «Растельмаша» из Ростова-на-Донула, где «Спартак» 3-1 победил. Был матч против «Раменского» Сатурна, где «Спартак» 0-1 победил. И был матч против «Торпеда» ЗИЛ Москва, где «Спартак» победил 4-0. То «Спартак» был сильный, непобедимый, мощный. Сухие матчи. Давайте разберем статистика вратарей. И больше всех сухих матчей провел, о боже мой, вы сейчас удивитесь, но это не Александр Филимонов и не Максим Кабанов. Это Максим Левицкий. Тоже Максим, но Левицкий, украинский вратарь. Он сыграл 7 сухих матчей. 7 в чемпионате. Получается 1 в кубке. Я не понял, ну ладно. И Александр Филимонов. 5 в чемпионате сухих матчей провел. Тоже почему-то 1. Не понимаю, что такое 1. 1-1, это, наверное, отбитый пенальти, может быть, они берут, но ладно. В итоге всего «Спартак» в 2001 году сыграл 11 сухих матчей. 7 на счету Максима Левицкого и 5 на счету Александра Филимонова, который по тем временам, видимо, уже сдавал позицию. Ну и достижения команды, которые мы уже с вами разобрали. Это чемпионат России по футболу в 2001 году «Спартак» стал чемпионом России, 9-ти кратный обладатель этого турнира. Ну и, конечно же, непосредственно кубок чемпионов сотрудничества, где «Спартак» также стал чемпионом России, 6-ти кратный обладатель этого турнира. Интересно. Хотя я почему-то думал, что у «Спартака» не 9 раз чемпионат России, а 10. Типа, откуда тогда четвертая звезда? Ну ладно. Индивидуальные достижения футболистов и, в принципе, людей, причастных к «Спартаку». И на этом, в принципе, можно закончить этот небольшой, не очень длинный обзор сезона 2001 года. То есть, видите, как быстро, коротко я во все это уложился. Потому что я не расписываю, видимо, каждый матч длинно-длинно. И не говорю постоянно эти длинные свои реплики, а у меня язык очень сильно подвешен. Если я начну какую-то тему говорить, меня хер остановишь. Короче, 22 минут, я думаю, что минут в 30 я уложусь. Хотя до этого были часовые, полуторачасовые обзоры сезона. Ну ладно. Хоть Коляну как-то облегчу работу. Лучший футболист чемпионата России по оценкам «Спортэкспресс» журнала. Им стал Егор Титов. Тренер года в России Олег Иванович Романцев. Безоговорочно, я думаю, что здесь даже никто бы не спорил. Даже фанаты «Зенита». Также в списки 33 лучших футболистов чемпионата России попали Владимир Бесчастных, Егор Титов, Юрий Ковтун, Игорь Митрески, Дмитрий Парфенов, Максим Левицкий. Странно. Такие вот дела. Ну и, конечно же, Максим Левицкий занял первое место в списке 33 лучших футболистов Украины. Интересно. Я думаю, да. В принципе, все. В принципе, все. Я могу закончить этот непосредственный ролик. «Спартак», получается, в этом году выиграл два кубка. Можно так сказать, провалился в Лиге чемпионов в групповом этапе. Дважды занял четвертое место. Но при этом, при всем, дошел до четвертфинала Кубка России. Хотя это тоже считается провалом. Приравнивается, учитывая, какой тот был «Спартак» и на какие он давал надежды. В любом случае, золотого дубля здесь нет. Но есть два кубка. Я думаю, Коля на названии ролика подумает еще что написать. С вами был Никита Онегин, дядя Некит. Представитель YouTube-канала «Спартаковский стиль», TikTok-канала и, в принципе, любых социальных сетей. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Ну и следите за нами в других социальных сетях. Такой коротенький. Я даже в 25 минут уложился, а не в 30. Вот видите, как круто. Обзор сезона. А то многие писали, что много воды лью, слишком много говорю. Но извините, ребят, не надо мне завидовать, если у меня язык подвешен. Если я очень четко могу, так сказать, объемно дать материал, даже не очень длинный и не тот, с которым я всегда разбираюсь. Вот такие вот дела. Это исключительно журналистический момент. Все. Всем спасибо. Всем пока, пацаны.